Всем добрый вечер! Что мы делаем сегодня? Мы закончим предыдущую тему, кратенько рассмотрим еще два буквально момента, и потом перейдем к следующей теме. Тема предыдущего занятия, напомню, была «Загадки священческих родов и святилищ в Танахе». Я сейчас открою тот же файл, который был в прошлый раз. Вот, и так, почему он опять у меня исчез? Сейчас полсекунды. Я открыт, но, видимо, открыто слишком много всего. Сейчас я позакрываю лишнее. Секунду. Есть еще квадратик такой, открыть еще. Нет, они открыты, просто я говорю, что почему-то… Да, слишком много всего открытого. Сейчас я их открою по новой, потому что они что-то отказываются лидировать. Полсекунды. Я надеюсь, что сейчас работает. Так, хотят открываться штука. Странность такая. Понятно. Сейчас, секунду. Прошу прощения за какую-то мелкую техническую… Видно, да? Да. Значит, мы говорили в прошлый раз о роде Ильи, Эвьятара, который книга Девриамим производит от первосвященника Итамара, сына Аарона. О роде Цадока, который книга Девриамим производит от первосвященника Ильи Азара. Вот, кстати говоря, священники, так называемые, униады в эпоху второго храма, которых мы сейчас касаться не будем, как раз потомки Цадока. Да. Судя по всему, мы немножко говорили о святилище в Гевоне и о разных интерпретациях с ним связанных. Напомню еще одну вещь. Я не буду на ней долго останавливаться, потому что мы уже ее как бы отмечали, когда говорили о книге судей. Значит, вот забытый священнический род на севере. Есть святилище в Дане, в котором служат священники по прямой, происходящие от Муше. Да, значит, тут это как бы напечатано не так, как в текстах обычно, потому что в текстах вот это, там, где я курсор держу, в Ионатан бен Гершом бен Минаше, на самом деле напечатано в Ионатан бен Гершом бен Моше, и сверху такая привешенная буквка «нун», потому что во времена масоретов, более поздние времена, когда рукописи переписывались, было очевидно, ну, во-первых, что от Маше не должны происходить какие бы то ни было священнические рода, а кроме всего прочего, если уже речь идет о священническом роде, который действует в Дании, и там есть истукан, и все это как бы набрасывает тень на Моше, поэтому, как бы, Моше превратился в Минаше, и это отмечают вполне традиционные комментаторы, как, скажем, Раши, Рабишлу Моицхаки, то есть они как бы это осознают. Вот, это я просто в качестве напоминания, а вот следующий момент, на котором мы задержимся немножко больше, он более проблематичный, потому что, в конце концов, все-таки Моше из колена Леви, колена Леви – это священническое колено, согласно Торе, так что там дистанция как бы менее серьезная. А вот в Иудее есть некоторая проблема, на которую мы сейчас обратим внимание. В книге Шмуэля дважды, но я привел одно место, в 8 главе 18 стих сообщается о том, там есть некоторый список тех начальников, вельмож, которые были при дворе царя Давида. И вот, в частности, говорится, что сыновья Давида были когенами. Сразу же, для того, чтобы подчеркнуть, насколько это проблематично, я показываю здесь версию книги Деврея Мим, которая создается через несколько столетий, и которая правит этот текст «Увны Давид гаришоним леядам элех». Тот же самый текст, единственное, что коганим выпадают. На самом деле, и в арамейских торгумах здесь тоже коганим переводится как начальники, раврарая. И понятно, что причина этого состоит в том, что не могут быть, казалось бы, когены из колена Иуды. Давид происходит из колена Иуды. Каким образом его сыновья становятся когенами, священниками, присвятилища в Иерусалиме? А храма еще нет, но есть жертвенник, есть какое-то избранное место, есть перенесенка в Чехзавета, об этом мы будем отдельно говорить. И вот там сыновья Давида, когены, они не единственные, правда, есть еще все те же самые Цедок и Вьетар, но вот такая вот странная деталь. Теперь надо отметить, что на всем Древнем Востоке это было как бы абсолютным трюизмом. Царь, он и первосвященник. Это как бы было очевидно и понятно, и у нас есть большое количество текстов, которые это изображают, описывают, намеки на первосвященство царей из рода Давида, и не только из рода Давида, и на севере. Мы находим в Танахе там и сян, без того, чтобы они назывались когенами, когда, скажем, царь, допустим, основатель Северного царства Йорам, не Йорам, конечно, а Йоравам, Йоравам сын Невата, приносит жертвы, хочет принести жертвы на жертвенники, или когда царь Шлумо в Иудее в Иерусалиме во время открытия храма тоже занимается приношением жертв. Намеки есть, но прямо это нигде не говорится. Но на Древнем Востоке это, как бы, повторяю, абсолютно известная практика, и в этом смысле ситуация в Иудее не должна поражать. Но вот тут я приведу еще один текст, который во многом является текстом удивительным. Я этот текст уже упоминал, 110-й псалом. Один из довольно сложных псалмов, несмотря на его краткость, я тут его не полностью привел, но большую его часть. Значит, этот псалом, кстати говоря, сыграл немалую роль в спорах между евреями и первыми древними христианами. Он открывается известным стихом, который цитируется в евангельских текстах. «Ниум адунайля адуни и шевли и мини» «Слова Господа Господину моему сядь справа от меня, а десную». Дальше этот псалом отличается тем, и в этой связи я его уже упоминал, что в нем в довольно такой неясной, путанной форме делается намек на рождение царя от Бога. Это в третьем стихе. Там говорится «ми рехем мишхар лиха таль елдутеха». Что-то не очень понятное, тяжело перевести это даже, но здесь появляется слово «рехем» – «чрева», слово «елдутеха» – «рождение», «лиха» – «тебе». Но я говорил о том, что в Септуагинде текст гораздо более ясный, и там напрямую сказано, что царь рожден из божественного чрева. Это напоминает сказанное во втором псалме «бни ата не айом ели тиха, ты мой сын, я тебя сегодня породил». И только в этом псалме 110-м это носит более, в соответствии с версией Септуагинда, это носит более такой натуралистический характер, потому что упоминается чрево. Но в связи с нашей беседой нас интересует как раз последний из приведенных мной стихов, в котором написано «Поклялся Господь и не изменит, не пожалеет, ты не пожалеет, в смысле не отменит своего решения, ты священник навеки, ты священник навеки, атаку генлеонам», по слову или по делу, по виду, не очень понятно, как переводить здесь выражение альдиврати, молкицедик. Мы еще вернемся к этому стиху сейчас, но сам по себе этот стих как бы понятно, что он тоже создает немалую проблему, потому что получается, что Бог клянется царю из династии Давида, что он будет у него вечным когеном. Можно, конечно, попытаться понять это как-то метафорически, опять же, в духе девре-эмим, в духе арамейских торгумов, что это коген в смысле, я не знаю, приближенный к особе императора, так сказать, приближенный вельможен. Но в принципе используется слово коген, которое в Танахе обозначает именно жрец, священник. Теперь на минутку вспомним, кто такой молкицедик, почему он здесь вообще появляется. Для этого мы обратимся к 14 главе книги Барышид, и там рассказывается о войне, которую Авраам вел с восточными царями, и после победы над ними он в частности, сейчас я опять же не вникаю в филологические студии, и там весь этот кусочек, который я привел, он создает немалые проблемы в смысле последовательности текста, но так или иначе, он встречает царя Шалема, которого зовут молкицедик. У молкицедик мэлех Шалем, царь Шалема. Теперь, что это такое этот Шалем? Иерусалем еврейская интерпретация состоит в том, что это Иерусалим, сокращенное название Иерусалима, который исходно назывался Ирушалем. То, что он стал потом Ирушалаем, на иврите это как бы более позднее фонетическое развитие, если вы обратите внимание, в Танахе нет ни одного упоминания слова Ирушалаем, где бы между ламедом и мэм, конечными радикалами, появлялся бы иуд. То есть очевидно, что прочтение Иерусалем, так это читает Септуагинта, у которой Иерусалем, потом уже становится Иерусалем. Так или иначе, по еврейской традиции интерпретации речь идет об Иерусалиме. Скажем, шумруниты пытаются понять таким образом, что это шхем. Мы сейчас в это вдаваться не будем. Вот так вот, Малкицедек, царь Шалема, вынес хлеб и воду Аврааму, навстречу Аврааму, и он, коген ле-эль-эль-йон, он священник или жрец Бога Всевышнего, и благословил его, то есть Малкицедек благословил Авраама, и сказал, ва юма, барух Авраам ле-эль-эль-йон, благословен Авраам у Бога Всевышнего, создавшего небо и землю, и благословен Бог Всевышний, который передал твоих врагов в руки твои, и Авраам передал ему десятую часть всей своей добычи. Вот такой коротенький текст. Значит, мы видим, что Малкицедек, царь Шалема, будем исходить из еврейской традиции интерпретации, что это Иерусалим, выносит Аврааму хлеб и вино и благословляет его, и тем самым, в каком-то смысле, признает, это как бы подтекст такой, признает право Авраама и его потомков на владение этим городом, которое осуществится как раз во времена Давида. Теперь он и царь, и священник, так, как это было принято, повторяю, вообще на Древнем Востоке. И вот, возвращаясь к нашему псалму, получается, что нам хочет сказать псалмопевец, что царь из династии Давида, его священство является правом унаследованным от первого царя Шалема Малкицедека. Это, видимо, наиболее простое понимание этого стиха, но при этом я все же скажу, что, скажем, еврейские мудрецы не могли, конечно, принять такое толкование, потому что оно как бы рушило некоторую исходную традицию, которая утверждала право только одних священников на священство, священников из Калена Леви рода Аарона. Поэтому мы находим такой медраж, оригинальный довольно. Он, например, появляется в Илонском Талмуде в трактате «Недарим», который говорит следующее, что имеет в виду этот стих в псалме? Что священство было у Малкицедека и было забрано у него из-за того, что он сказал Малкицедеку. Аль-диврати Малкицедеку, из-за слов Малкицедека. А что же, собственно, он такого сказал? Мы видим, что он благословил Авраама. Но у медраша есть, что ответить на этот вопрос. Он говорит, что Малкицедек нарушил иерархию и совершил всем самым непростительную ошибку. Если вы посмотрите на текст, то первым он благословляет Авраама, и лишь вторым он благословляет самого Бога. Баруха Авраам лея лильон куна шамай барец. Благословен Авраам у Бога Всевышнего, создавшего небо и землю. И только во вторую очередь у варуха лильона шермеген царэха баядэха. И благословен Бог Всевышний, который отдал врагов в руки твои. И вот, говорит Талмуд здесь, из-за того, что Малкицедек пренебрег исходной иерархии. Он должен был сначала благословить Бога, и лишь потом Авраама. Священство было забрано у него и отдано потомкам Авраама, одним из которых является как раз Аарон, получивший это священство. Это медраж. А простой текст Псалма, судя по всему, хочет сказать нечто противоположное. А именно, что у потомков Давида, у царей этой династии, есть более древнее право на священство, чем у тех священников, которые это право оспаривают. Кто же эти священники? Это, судя по всему, священники из рода Аарона. Может быть, не из рода Аарона в те времена, а из рода Цадока. В любом случае утверждается некоторый примат, исходное право рода Давида на священство, потому что их, то, что на сегодняшнем юриде называется словом ихус, их генеалогия священническая, более древняя, они происходят от Малкицедека. Он застолбил это право, будучи царем и священником. В то время как другие священнические роды, претендующие на это, они происходят от более поздних персонажей, будь то Леви, Аарон, Цадок и так далее. Значит, надо сказать, что споры на эту тему, о праве, как бы вообще вот об этом, об этих трениях между царским родом и отдельным священническим родом, не утихали и в дальнейшем в эпоху, в дальнейшем в течение истории Израиля, когда он еще жил на своей земле. Значит, в свое время мы дойдем до некоторой довольно любопытной истории об одном из иудейских царей по имени Азария или Узия, который попытался узурпировать священство в свою пользу. Вот, потом в более позднюю эпоху, скажем бы, эпоху Хасмонейскую, мы видим тоже трение на эту тему, там, правда, трение носит другой характер. Там представители колена Леви получают царские, берут на себя, становятся царями. Но проблема там на самом деле двойная, потому что их право священствовать в Иерусалиме тоже под большим вопросом, поскольку они исходно не иерусалимские священники вообще, они из Мадеина. Так что это как бы напряжение существовало и между царем, между царством и священством, это напряжение существовало и дальше. Вот первые его такие отметины мы находим в текстах Танаха самого. Вот это то, что я хотел сказать в качестве такого завершения предыдущей темы. Значит, если у кого-то есть вопросы, да, я вижу, написал Григорий в русском переводе «почину процедуре молкицедыка». Я знаю этот перевод, я намеренно не стал так переводить, потому что он не очень понятный. Знаю, что значит «почину молкицедыка». Ну, можно, конечно, сказать по подобию молкицедыка. Вот, значит, сейчас я закрою этот файл. И если есть вопросы перед тем, как мы перейдем к следующей теме, то, пожалуйста, самое время их задать. Значит, у меня вот такой вот вопрос. Можно как-то выйти из этого положения без вот таких вот и толкований, и метафоричности таким вот образом? То есть то, что могли поклоняться Всевышнему, создавшему небо и землю, понимать Коэн как поклонение, а не как, значит, субординацию какую-то и как назначение на веки вечные, да? Например, я приведу такой вот пример из Старыжи. Допустим, если мы возьмем Белама, которому являлся Всевышний, который выполнял все его, так сказать, указания и говорил, что он ничего не может противоречить и все, кто такой Белам? Он не еврей, он никак не связан ни с еврейством, ни с чем. Ему являлся, так сказать, Всевышний. Всевышний имеется в виду именно в прямом смысле, да? Вот. Получается, что так или иначе идея единого Всевышнего, создавшего небо и землю, она как бы ходила, так сказать. То есть были люди, которые им поклонялись, то есть приносили жертвы, верили в это вот все. И то, что Авраам мог столкнуться с таким вот священником, вот это в этом ничего такого как бы особенного нет. То есть это после того, что Всевышний уже назначил непосредственно священство упорядоченное, да? То есть когда был уже создан еврейский народ фактически, это уже другой просто этап. То есть до этого могли быть и какие-то цедикин, которые могли... Вы понимаете, Эмиль, проблема же не в этом. Это я понимаю. Разумеется, этому все могло быть. Проблема не в этом. Проблема в том, что есть с одной стороны текст, который утверждает, что сыновья Давида были когенами. Есть текст, который утверждает, что цари, мы не знаем, кому именно это обращено, этот псалом, но царь из династии Давида, судя по всему, как бы так предполагается исходно разными комментаторами, имеет право священствовать подобно Малкицедуку. В этом проблема. Проблема не в том, что Малкицедуку в древности был царем и священником. Проблема в том, что царей из династии Давида наследуют это священство у него. Теперь я еще хочу подчеркнуть, чтобы мы не попали в замкнутый круг. Слово коген в Танахе нигде не обозначает ничего другого, кроме как жрец или священник. Значит, конечно, можно всегда пытаться истолковать метафорически, как это делает, опять же, автор Деверя-Амим, как это делают Таргумы, как многие классические комментаторы, но тут мы попадаем действительно с точки зрения языка в некоторый замкнутый круг. Чтобы обосновать такую интерпретацию, надо же что-то привести в качестве ее доказательства. А в качестве доказательства максимум приводится какой-нибудь еще один стих, который сам по себе нуждается в доказательстве. А слово коген и этимологически, и семантически в Танахе обозначает исключительно человека, который служит в святилище и приносит жертву. Ну, хорошо. Я не закончила, дайте мне это сказать, пожалуйста. Я говорю, что первый этап, как бы то, что я сказал, я не говорил пока о текстах. Что касается текстов, так мы уже говорили о том, что они написаны гораздо позже, чем те события, которые они описывают. И тексты это совершенно политические. Они используют, значит, все, что есть в Танахе для того, чтобы представить себе, построить определенную историю. Здесь экспертация уже истории для того, чтобы... То есть можно судить о том, что те и пророки, и те, кто писали, которые это писали, то есть точно их волновало, это волновало их единство государства. И они всячески старались найти способ найти этому оправдания и представить все таким образом, чтобы центральная власть была именно в Иерусалиме. Смотрите. И они поэтому таким образом действовали. Да, это немножко уходит от темы. Это проблематическая сторона текста, а не... Хорошо. Еще раз говорю, это немножко нас уводит от темы. Я как бы представил очень конкретный в данном случае момент. Момент проблематичный с точки зрения, как бы сказать, более поздней еврейской традиции, которая рассматривает этот текст как некоторое исключительное явление, которое требует объяснения и интерпретации. Я не пытался сейчас дать политическую интерпретацию, это отдельная история, а пытался просто понять, что этот текст говорит. Нехама, ты хотела что-то тоже спросить. Я хотела спросить про другие языки, родственные. Там тоже же встречаются похожие слова на коэнгер. Там тоже только в значении жрецов оно употребляется? Значит, надо заглянуть тогда в этимологический словарь. Насколько мне известно, что этот конкретно корень и в арабском языке он есть, и в других, он подразумевает именно священство, храмовое служение. Сейчас одну секунду, я все-таки возьму словарь. Нет сейчас под рукой этимологического словаря, но посмотрим в такой. В крайнем случае потом можно будет заглянуть в этимологический словарь. По-моему, египетские жрецы тоже называются коэнами, нет? Да, скорее. Я имею в виду в других языках. Значит, да, вот есть в угорицком языке, в угорицком языке, в арабском языке. Значит, ну, есть определенная дифференциация значений. Иногда это может обозначать человека, что-то типа оракула, который, значит, около, в божественном святилище дает ответ на вопросы о будущем, что, собственно говоря, делает еврейский кухен через уримы и тумим. Да, значит, некоторые связывают, пытаются связать это с корнем кун, который обозначает быть твердым, сильным перед богом. Но так или иначе, в общем, такое. Вот. Ну, хорошо. Есть еще какие-то вопросы? Кто-то еще хочет задать вопрос? Да, Миша. А этот? У турк-кюрков ханы. Ну, Чингисхан. Это тоже коэн или как? Я не... Слово хан. Смотри, я опять же... Ну, хорошо. Поскольку у нас зашла речь об этимологии, то тогда подождите полсекунды, я принесу хвала. Ну, да. Ну, да. Я вот тоже как-то в эту сторону думала, поэтому спросила. Спасибо. Прошу прощения. Значит, давайте посмотрим оба. Что касается этимологии Коген, уже в этимологическом словаре, то, значит, этимологический словарь не приводит новых каких-то вещей, связанных со словом Коген. Да, приводит только еще и в эфиопском, тоже в эфиопском Каин тоже обозначает священник. Значит... Ну, вот. Ничего, никакой новой информации этимологический словарь, кроме той, которую я сообщил, не приводит. Теперь, что касается слова хан, то, что ты, Миша, спрашиваешь... Сейчас я гляну на секунду, если это будет. Я не думаю, я сильно сомневаюсь, что это как-то связано, но на всякий случай мы это проверим. Значит, я держу сейчас этимологический словарь Фасмера. А можно на секундочку? Ведь Чингисхан именовался Каганом, великий Каган. И мы знаем, что даже фамилия Коган, Коэн часто переделываются в Каган. Значит, это не факт, что это одно и то же слово. Значит, это действительно звучит очень похоже, но не факт, что это одно и то же слово. Во всяком случае, Фасмер никак не связывает эти слова. Он говорит о том, что Каган – это известно у Хазар, обозначение властителя. Значит, что касается хана, то приводят разные языки со значением все время царя. То есть как бы нету здесь священнической коннотации. Поэтому я бы не стал связывать напрямую эти две вещи. Но хорошо. Еще вопросы? Или мы переходим к следующему? Ну, давайте перейдем к следующей теме, чтобы что-то по ней успеть. Значит, на этот раз мы займемся некоторым повествовательным блоком. Я назвал это «Скитание Ковчега Завета». Действительно, это своего рода, с одной стороны, такой цельный повествовательный блок. Он цельный не в том смысле, что все тексты, принадлежащие к этому блоку, появляются один за другим. Но он как бы выстраивается как цельный повествовательный блок. Еще в начале 20 века был такой исследователь Леонард Рост, который в книге Шмуэля обнаружил несколько вот таких вот повествовательных блоков, один из которых был тот, который связан с историей Ковчега Завета. Теперь нас это, помимо прочего, интересует еще и потому, что в этом повествовании проявляется очень ярко, можно сказать, суть библейской историографии, историософии, как вообще понимается история, что происходит, что является главным, что является второстепенным, какую конкретно роль играет Бог в происходящем. Я сейчас открою, опять же, приготовленный мною файл. Вы его увидели. Вот, скитание Ковчега Завета, прерывистый нарратив книги Шмуэля, прерывистый в том смысле, что части этого цельного нарратива находятся в разных местах. Но начнем мы в качестве такого эпиграфа, что такое Ковчег Завета. Мы знаем, что Ковчег Завета, согласно Торе, Ковчег Завета – это место, в котором находятся скрижали, который находится в Скинии, а потом в храме, в самом святом месте, то, что называется Кодыша Кудашим. Вот, есть керувы, которые покрывают его своими крылами. Но у него, у Ковчега Завета, есть некоторая особая функция, которая нас здесь интересует, а именно функция военная. Вот здесь есть стих из книги Бемидвар, из книги чисел, который говорит следующее. Он очень известен, его всегда произносят, когда выносят свиток Торы в синагодии. Особенно нас здесь интересует первый стих. Когда Ковчег начинал двигаться, то Муше говорил, восстань, Господь, пусть рассеются твои враги и бегут твои ненавистники от лица твоего. А когда Ковчег останавливался, то говорил Муше, Господь возврати десятки тысяч Израиля. Что значит возврати, это отдельный вопрос, возможно, с намеком на возвращение из плена. Но то, что нам важно здесь отметить, это то, что Ковчег Завета является некой презентацией божественного присутствия во время войны. Его несут с собой, и он в каком-то смысле обеспечивает в глазах Израиля божественную поддержку. Бог с нами, Бог находится в нашем стане. Это будет существенно для дальнейшего обсуждения. Вообще говоря, если присмотреться к тому, как описан Ковчег, то станет достаточно ясно, что керувы, которые простирают свои крылья над Ковчегом Завета, создают некоторое сидение, на котором, в принципе, восседает невидимый Бог. Не зря он называется в целом ряде текстов в Танахе Йошев Крувим, тот, который сидит на керувах. Вот это как бы эпиграф к нашему обсуждению, а само по себе обсуждение будет касаться рассказа о Ковчеге Завета в книге Шмуэля. Я не стал здесь приводить все тексты, они довольно длинные, но я вкратце сейчас как бы о них скажу. Значит, с чего все начинается? Начинается с войны между Израилем и филистимлянами, той войны, которая привела, согласно книге Шмуэля, к гибели сыновей Ильи и в результате самого Ильи тоже, священника Ильи, и, по сути дела, к тому, что святилище в Шило перестало функционировать. История Шило закончила свое существование, и эта травма гибели Шило в самом конце XI века до новой эры была столь сильной и настолько запомнилась, что в пророчествах VI века, в пророчествах Ирмияу, упоминается эта гибель Шило как некоторый грозный знак Иерусалиму, что с вами может случиться то самое, что случилось с Шило. Так говорит пророчество в VII главе книги Ирмияу. И что же случилось? Значит, происходит война. Теперь эта война, которая, видимо, происходила где-то в районе современного города Роша-Айн, велась в нескольких этапах. Сначала Израиль был побит филистимлянами, и тогда народ, возвращающийся в Стан в ужасе, что делать теперь, обращается с советом старейшинам, которые говорят так, нужно взять из Шило ковчег завета Господня, пусть он придет, пойдет среди нас и спасет нас от рук врагов наших. Пойдет и спасет, видимо, имеется в виду Господь. Потому что в тот момент, когда ковчег завета оказывается в Стане, в этот момент Израиль спасается. Теперь что же происходит? Казалось бы, это надежный сценарий. Так это должно быть. Так и Тора говорит, что в тот момент, когда ковчег с Израилем, враги рассеиваются, враги должны рассеяться. Но происходит ровно противоположное. Несмотря на присутствие ковчега завета, Израиль терпит сокрушительное поражение. Причем, что интересно, что когда ковчег появляется, то, согласно этому рассказу, филистимляне слышат радостные восклицания Израиля и пытаются понять, с чем это связано. Только что израильтяне потерпели поражение. И тогда они понимают так, что так это говорится здесь. Пришел Бог в Стан. Горе нам. Это не так, как было вчера и позавчера. Кто спасет нас от этого страшного Бога? Это тот самый Бог, который побил египтян. Я как бы переискать его через некоторые ступени. И филистимляне подбатривают себя и в результате бьют Израиль. Сыновья Ильи погибают, а ковчег завета захватывается в плен и уводится в Филистию. При этом, когда об этом получает сообщение отец Пенхаса и Хофни, сам Ильи, он умирает от этого, как бы это действует на него, как удар. Он падает и умирает, а его невестка, жена Пенхаса, которая как раз беременна в этот момент, и она видит, как погибает ее свекор, она рожает и дает своему рожденному сыну имя Иковод. Иковод, что, видимо, значит буквально «где же слава?» А слава – это как бы метафорическое обозначение божественного присутствия в Израиле. «Где же слава?» И дальше поясняет это имя «Галака водми Исраэль». Ушла изгнана слава от Израиля, потому что взят в плен ковчег Божий. Теперь здесь следует, конечно, спросить, почему же произошел такой срыв? Почему ковчег не защитил? Есть как бы два разных подхода к объяснению этого текста. Один говорит о том, что Бог не дарует автоматическую защиту, что Бог – это не страховая полиса, и само по себе присутствие ковчега не является непременным условием победы. Должно быть нечто еще. В данном случае, поскольку во главе войска Израиля стояли сыновья, грешные сыновья Илья, грешности сыновей Илья мы говорили в прошлый раз, и они несли этот ковчег, поэтому ковчег ничем помочь не мог. Он не помог. Бог не поддержал Израиль. И как бы это действительно сопрягается с тем, как пророки критикуют все тот же пророк Ирмияу критикует то, что народ Израиля излишне полагается на свою приверженность культовому служению, и он говорит, вот вы повторяете как мантру храм Господень, храм Господень, храм Господень, он вас не спасет, потому что вы превратили этот храм в вертеп разбойника. Это как бы один подход. А другой подход, не то, чтобы он как бы полностью противоречит первому, но это как бы некоторый другой взгляд, другая точка зрения, которая состоит в том, что Танах в целом стремится к тому, чтобы у человека не создалось ложного впечатления, что он может влиять на волю Бога, что какими бы то ни было культовыми средствами, грубо говоря, шаманством, он может заставить Бога оказывать ему поддержку. Это как бы некоторое своего рода один из крупнейших историков той эпохи и библеистов Ихискель Коевман, он, собственно говоря, на этом основывает свое противопоставление между заповедью Торы Тамим-Ги-Е и Мадуна-Илюэха «Будь честным, чистым с Господом Богом своим и находящимся рядом с этой заповедью запретом на колдовство». Это в книге Дворим, книга «Кторозаконие». Он говорит о том, что в чем, собственно говоря, заключается здесь дело. Колдуны любых форм пытаются каким-то образом найти подходящие средства с тем, чтобы научиться влиять на божественную волю, а божественная воля абсолютно суверенна и с точки зрения библейских авторов не подлежит такому влиянию. Это значит Тамим-Ги-Е Ти-Е и Мадуна-Илюэха «Будь чистым, честным с Господом Богом своим». Соответственно, этому получается в рамках нашей истории, что дело даже не только и не столько в том, что сновья или были грешны, а сколько в уверенности исходной, что присутствие ковчега завета обязательно спасет. Оно совершенно не обязательно спасет. Теперь, с другой стороны, это может породить сомнения в мощи, в стиле Бога. Если ковчег, Божий ковчег захватывается в плен, то это тоже такой совершенно трюизм в древности. Это значит, что Бог противоположной стороны более сильный. Он обладает большей мощью, если он может повергнуть Бога второй стороны. В данном случае ковчег завета захвачен в плен, значит, Бог Израиля слабее Бога филистимлян. Это то, что их радует. И тут наступает следующий этап повествования. Ковчег попадает в Аждод. Аждод это один из филистимского пятиградия. Согласно Танаху, исходно филистимляне устроили, организовали такое пятиградие. Значит, три города на побережье Аждод Ашкелон Аза и два города восточнее Экрон и Гад. Так вот, ковчег сначала попадает в Аждод и филистимляне ставят его в свое святилище, которое называется здесь Бейдагон. Значит, нам вообще говоря, практически ничего неизвестно о исходной культуре филистимлян. Мы знаем о ней из косвенных источников, потому что, как часто бывает, завоеватели принимают культуру завоеванных народов, в том числе, что то, что произошло с филистимлянами, как бы их система, их теологическая, так сказать, система, их пантеон, он, в общем, то, что мы о нем знаем, он западно-семитский, ханаанский, вот, и в том числе этот самый бог Дагон или Даган, да, бог житниц и хлеба, в святилище которого ставится Ковчег Завета. Зачем он туда ставится? Понятно. Показать, что бог Израиля, тот самый страшный бог, которого так боялись филистимлянник, потерпел поражение, что Дагон оказался сильнее его. Но что происходит? На следующий день аждотцы приходят в свое святилище и видят, что и видят, что Дагон повержен на землю перед, то есть, что значит Дагон повержен? Его статуя. Статуя Дагона повержена на землю перед Ковчегом Господним. Тогда они, видимо, думая, это в тексте не оговаривается, думая, что может случилось что-то непредвиденное, они ставят его на место. Ну и на следующее утро они видят еще более страшную картину. Дагон лежит на земле перед Ковчегом и голова этой статуи и две руки отсечены и валяются на пороге святилища. надо отметить, что это описание носит символический характер. У нас есть разного рода тексты и изобразительные свидетельства того, что вот это отсечение рук, головы или то, что победитель наступает на голову побежденному это как бы знак победы. То есть все переворачивается и как бы текст сказ говорит нам, что в этом и заключена суверенность Бога. Когда Бога Израиля хочет победить, он побеждает. Это не обязательно должно произойти на поле боя. Это может произойти в совершенно мирной казалось бы обстановке, там, где никто не ожидал никаких воинственных действий, и вот в результате Дагон повержен. Тут есть некоторое еще и теологическое высказывание, согласно которому это видимо такая насмешка над священниками Дагона, которые не наступают с тех пор на порог ногами. И как бы наш текст объясняет, что на самом деле они-то думают, что этот порог свят, а на самом деле это связано с тем, что там валялись голова и руки отсеченные статуи Дагона. Но этого оказалось мало, поскольку тут в начале рассказа упоминалось, что филистимляне испугались Бога Израиля, который побил египтян, то Бог напоминает им о том, что он может это сделать вторично. И он поражает жителей Аждода странными язвами, которые называются словом офалим, а видимо, это слово было не очень понятно уже в древности, оно заменено в традиции прочтения на слово тахорим, обозначает геморроидальные заболевания. Так или иначе, он поражает их какими-то язвами, наподобие тех, может быть, которыми были поражены египтяне. И это приводит жителей Кашдода к мысли о том, что они больше не готовы держать у себя ковчег Бога Израиля, и они его отсылают, отсылают его в город Гат. Но когда он попадает в Гат, это нисколько не помогло, и что доказывает, что Бог Израиля, его власть не ограничена какой-то определенной территорией, та же самая история повторяется в Гате, он поражает жителей Гата от мала до велика, и тогда ковчег переводит в Икрон. Жители Икрона плачут и говорят, зачем нам привели этот ковчег, видимо, нас хотят умертвить, и тогда собирают общий совет всего руководства филистимлян, задавшись вопросом, что же делать с этим ковчегом. Здесь как бы завершается первая половина этого повествования, я только все-таки скажу, поскольку иначе, немножко позднее, буквально на несколько минут задержу, скажу, что решение, которое принято, ну, как бы сказать, такое соломоновое решение, значит, очевидно, что дело клонится к тому, что надо возвращать ковчег завета обратно Израилю, и не с пустыми руками, значит, как бы имеет место симпатическая магия, и делают филистимляне по совету жрецов своих золотые статы вот этих самых язв, которые их поражали, как бы с надеждой на то, что это их исцелит, и дальше принимается такое решение поставить телегу, к ней привязать двух кормящих коров и проверить, что будет, значит, отпустить их, оставив телят за ними, положить, после этого поставить ковчег завета на телегу вместе с дарами и посмотреть, куда пойдут коровы. Если они, несмотря на то, что их зовут их телята, жалобно мычат, отправятся в Бейкшемеш, то, значит, то, что постигло нас, филистимлян, это наказание Бога Израиля. Если же ничего этого не случится, то, как они говорят, тогда это яд гамикре, это случайность. И коровы, как тут сказано, прямиком направились в сторону Бейкшемеша, не сворачивая ни вправо, ни влево. Тут еще употреблен такой глагол вайшар на пород бадырых и талмуд, который как бы стремится придать этой ситуации больший драматизм, он говорит о том, что слово вайшарна можно понять еще и как пели. В трактате Абуда-Зара в авилонском талмуде говорится, что в тот момент, когда коровы повезли ковчег завета обратно в Бейкшемеш на территорию Иудеи, Израиля, то они запели хвалебную песнь Богу. Что же случилось дальше с ковчегом завета, это мы уже будем смотреть в следующий раз и делать какие-то выводы, но на данный момент мы можем как бы подытожить и сказать следующее, что с одной стороны ковчег завета это действительно некоторая презентация божественного присутствия, знак того, что Бог, казалось бы, находится в стане Израиля, но при этом наш текст видимо стремится развенчать концепцию, согласно которой присутствие ковчега является автоматическим подтверждением поддержки Бога и что Бог абсолютно суверенен в своих решениях, и победу одерживает тогда и так как сочтет нужно. Что произойдет дальше, это мы уже увидим в следующий раз. С ковчегом завета я просто только скажу, что в целом мы увидим. Мы увидим, что произойдет с ковчегом на территории Иудеи, затем, что произойдет с ковчегом во времена Шауля и за тем, что произойдет с ковчегом во времена Давида, это, можно сказать, приключенческий роман. При этом, когда дело дойдет до Давида, то мы сравним опять же версию книги Шмуэля с версией Деврея Мим, увидим, что они совершенно разные. Окей, вопросы? Вопросы, замечания? Господа и дамы. Спасибо. Отлично. Я тоже говорю спасибо, очень интересно. Окей, тогда, если вопросов нет, то мы здесь завершаем видео? Может быть, такой очень осторожный вопрос, скажем так, да? Да. Вообще, вот эта вот тема как бы отгадывания желаний Всевышнего с помощью каких-то материальных вещей, то есть, очень похоже на что-то типа, не знаю, русского слова гадания, вот что-то типа этого, да? Вот мне кажется, опять вот мы видим некоторую амбивалентность, то есть, когда это делается правильно, урим вэтумим, по слову Всевышнего, то есть, как бы это не оспаривается, это нормально, но когда это не по слову Всевышнего, это превращается во что-то совершенно как бы противоположное, то же самое, я просто в скобках скажу, да, чтобы подчеркнуть, то же самое, как вот Рапшерки очень красиво показывает, как идея золотым кельцом с одной стороны, а с другой стороны, как была Адельда, вся идея Крувин, который, про которых сказано, самое главное, не делайте из серебра, делайте их из золота, ну, только что было со всем золотом весь этот прокол, но почему эти должны быть из золота? Почему? Потому что это по слову Всевышнего и в правильном месте, а это как бы, как бы, похоже, но не по слову, не в правильном месте, вот это вот, да? Я понимаю, единственное, что на это хотел бы обратить внимание, что если бы нас сейчас слушал бы какой-нибудь царь из северного израильского царства, то он бы был бы крайне возмущен тем, что золотые тельцы воспринимаются как нечто ненормативное. У вас в Иерусалиме Круим, у нас здесь золотые тельцы и то и другое презентация живого Бога. Вот, это как бы вопрос, вопрос предпочтений и как бы исторической традиции. Вот, а что касается первого, того, что ты говоришь, это верно, наверное, но все-таки, значит, как бы, вот это узнавание по Уриме Тумиме действительно это как бы некоторая пограничная ситуация. То есть нет бездны между тем, что мы находим в языческих традициях и тем, что мы находим в Израиле. Есть как бы некоторый спектр. Теперь отличие, наверное, все-таки заключается в том, что Тора подчеркивает, что все, что делает священник, он при помощи этих Урим и Тумим попытается получить ответ на вопрос. Да, это некоторые оракулы. Все-таки это не попытка навязать свою волю. Мы знаем, что, скажем, в Месопотамии были целые, так сказать, академии, школы, та, что называлась Бару, словом Бару, академии, такой, как в Гарри Поттере, Хогвартс, академия колдовства. Значит, вот как это делать с тем, чтобы добиваться практических результатов, чтобы в жизни все было хорошо, чтобы как бы бог, боги исполняли бы твои желания. Вот здесь где-то проходит эта граница. Окей. Если можно, я добавлю. Это совершенно разные вещи. Одно дело узнать его волю, а другое дело добиваться, чтобы он сделал то, что я хочу. Но есть еще все же различия с Месопотами то же самое, которые те жильцы, которые вскрывали тушки животных и записывали, какие изменения там. Чисто научный такой подход, какие изменения, и что потом произошло, составляли таблицы, что к чему. Это тоже не то же самое, что узнавать более Всевышнего. Это как бы забраться к нему тайно, зайти в дом и узнать тайно его планы, то, что он не собирается тебя открывать, к примеру. Это не то, что он хочет тебя действительно открыть, а вот это не совсем одинаковое намерение. В его кухню, когда вход запрещен. Что-то в таком духе. То есть не узнать его волю, то, что он от меня хочет, а задним часом выяснить какие-то скрытые вещи, которые, собственно, не предназначены для меня. То есть, на самом деле, я не знаю, что там имелось. Ну, как бы, я не говорю, что есть такая кухня или есть такие скрытые вещи, но такое у них было намерение во всем случае. Да, да, верно. Ну, окей, это интересная какая-то тема. Вот это вот, как бы, то, что мы мы вот, мы мы вот, я услышал, ничего делать, было решено, все. Как бы, это сарааругим, да, мяхарея паргу. Не, асарааругим, нет, ты путаешь, это Ильиша Бенабу и слышал харея паргу. Ну, хорошо, есть разные, да, то, что, то, что раби Ишмаэль действительно в истории о десяти казненных римлянами тоже слышал мяхарея паргу. Это верно? Он мяхарея паргу? Да. Есть такая версия. Вот, там есть разные тексты, разные спраши, но в любом случае, как бы, границы, действительно, это спектр, потому что появляется такая вещь, как профетическая кабала раби Абулафи, какие-то вещи, которые граничат с попыткой. Тут как раз проходит границы, действительно. Ну, как вся тема амулетов вообще и так дальше, понимаешь, там рентгены, пятое, десятое, нам эта тема известна, правильно? Ну, хорошо, это известная, это интересная тематика, вообще говоря. Тоф, спасибо. Если вопросов нет, тогда по видео мы говорим, спасибо лектору. И как бы... Поговорим в следующий раз. Да, оставайтесь на нашем канале, вот это на хаму, нет в девиз, мы всегда это говорим. Все, всем счастливо, пока, Дима, спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо.